Владимир Путин – самый опасный дурак в мире. Томас Эль Фридман. Путин готов пойти даже на ядерную войну, чтобы сохранить лицо. Только этим он теперь и занят. В последнее время я мало пишу о войне в Украине, потому что не так уж многое изменилось в стратегическом плане с первых месяцев этого конфликта. Его определяли и определяют три основных факта. Факт номер один. Когда случается подобное, вопрос, который задают себе обозреватели по международным отношениям. Очень прост. Где мне сейчас быть? Должен ли я быть в Киеве, Донбассе, Крыму, Москве, Варшаве, Берлине, Брюсселе или Вашингтоне? И с самого начала этой войны было только одно место, где можно было понять, что происходит, в голове Владимира Путина. К сожалению, Путин не дает виз в свой мозг. Эта война возникла полностью в голове Путина, как мы теперь знаем, почти без участия его чиновников или военного командования, и уж точно без массового запроса со стороны россиян. Так что война закончится только тогда, когда Путин решит остановиться. Что приводит нас к факту номер два. У Путина никогда не было плана Б. Теперь очевидно, что он думал, что собирается войти в Киев, поставить президентом лакея, засунуть Украину в карман и положить конец любой дальнейшей экспансии АЭС, НАТО и Запада в целом. А это приводит к факту номер три. Путин поставил себя в ситуацию, когда он не может победить, не может проиграть и не может остановиться. Он не сможет захватить контроль над всей Украиной. Но в то же время он не может позволить себе потерпеть поражение после всех потраченных им жизни и национальных ресурсов. Иными словами, поскольку у Путина никогда не было плана Б, он по умолчанию прибегнул к карательным, часто неизбирательным обстрелам украинских городов и гражданской инфраструктуры в надежде, что он сможет каким-то образом высосать достаточно крови украинцев и измотать союзников, чтобы ему оставили достаточно большой кусок русскоязычной и восточной Украины, которую он может продать русскому народу как великую победу. План Б Путина состоит в том, чтобы скрыть, что план А потерпел неудачу. Если бы у этой военной операции было честное название, она бы называлась «Операция по спасению лица». Путин никогда не отдаст Крым. Все это делает эту войну одной из самых болезненных и бессмысленных войн современности. Лидер напавшей страны уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны, чтобы скрыть тот факт, что он был дураком и переоценил свои возможности. Из выступления Путина в день победы во вторник в Москве видно, что он отчаянно пытается оправдать войну, которая выросла из его личных фантазий о том, что Украина – не настоящая страна, а часть России. Он заявил, что его вторжение спровоцировано западными глобалистами и элитами, которые говорят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и потрясения, сеют ненависть, русофобию, агрессивные национализмы и разрушают традиционные семейные ценности, делающие человека личностью. Надо же, Путин вторгся в Украину, чтобы сохранить русские семейные ценности. Кто бы знал, это лидер, изо всех сил пытающийся объяснить своему народу, почему он начал войну с ничтожным соседом, который, по его словам, не является настоящей страной. Вы спросите, почему такой диктатор, как Путин, считает, что ему нужна маскировка? Разве он не может заставить своих граждан верить, во что он хочет? Я так не думаю. Если посмотреть на его поведение, то кажется, что Путина сегодня сильно пугают два предмета – арифметика истории России. Атмосферы вокруг Путина напоминают песню «Все и говорят» одной из моих любимых рок-групп «Неон 3С». Ключевой рефрен. Я слышу, что все обо мне говорят. Все всегда говорят. Все всегда говорят. И все начинается из шепота. Один из самых важных уроков, который я усвоил как журналист-международник, работая с авторитарными странами, заключается в том, что независимо от того, насколько жестко контролируется место, независимо от того, насколько жестоким является его диктатор, все продолжают говорить о том, кто ворует, кто изменяет, кто лжет, кто с кем заводит роман. Это начинается с шепота и часто остается шепотом, но тем не менее. Путин это тоже прекрасно знает. Он знает, что даже если он получит еще несколько километров восточной Украины и удержит Крым, в ту минуту, когда он остановит эту войну, все его люди будут выполнять неприятные арифметические действия. На прошлой неделе Белый Дум сообщил, что только за последние пять месяцев в Украине было убито или ранено около 100 тысяч российских солдат, а с тех пор, как Путин начал эту войну в феврале 2022 года, около 200 тысяч человек были убиты или ранены. Это большое число жертв, даже в большой стране. И вы можете видеть, что Путин обеспокоит то, что его люди говорят об этом, потому что помимо криминализации любой формы инакомыслия в апреле он поспешил принять новый закон, направленный против уклонения от призыва. Путин не пошел бы так далеко, если бы не боялся того, что все и шепчутся о том, как плохо идет война. В недавнем Майсе Вашингтон-Пост Леонарона, историка путинской России и ученого из Американского института предпринимательства, речь идет о визите Путина в марте в оккупированный Россией украинский город Мариуполь. Через два дня после того, как Международный уголовный суд обвинил Путина в военных преступлениях и выдал ордер на его арест, пишет Арон, российский президент на несколько часов приехал в Мариуполь. Его засняли, когда он заезжал в Невский микрорайон, осматривал новую квартиру и несколько минут слушал восторженно благодарных жильцов. Когда он уходил, на видео был слышен еле слышный голос, выкрикивающий издалека, это все неправда. Арон сказал, что позже российские СМИ удалили выкрик из аудиозаписи, но тот факт, что он там вообще был, мог быть подрывной акцией кого-то из официальных лиц. Люди шепчутся, что приводит к другому факту, который Путин тоже знает, боги российской истории совершенно не прощают военных поражений, так пишет Арон. Когда российский лидер заканчивает войну явным поражением, или отсутствием победы, обычно происходит смена режима. Мы видели это после Первой Крымской войны. Русский народ, при всем его знаменитом терпении, простит многое, но не военное поражение. Поэтому Арон, который только что закончил книгу о путинской России, утверждает, что этот украинский конфликт далек от завершения и может стать намного хуже, прежде чем он закончится. Сейчас у Путина есть два способа закончить эту войну, которую он не может выиграть и от которой не может уйти, сказал Арон. Один из них, продолжать до тех пор, пока Украина не будет обескровлена, и или пока Запад не устанет ей помогать. А другой способ, это каким-то образом вызвать прямую конфронтацию с США и привести нас к пропасти обмена стратегическими ядерными ударами, а затем сделать шаг назад и предложить напуганному Западу общего регулирования, которое включало бы нейтральную, разоруженную Украину и его владение Крымом и Донбассом. Невозможно залезть Путину в голову и предсказать его следующий шаг. Но выглядит все тревожно, потому что из действия Путина мы видим, что он понимает, его план А. потерпел неудачу. И теперь он сделает все, чтобы разработать план Б, чтобы оправдать ужасные потери страны, где побежденные лидеры не уходят в отставку мирно.